муж ушел не помогает не нужно рассчитывать на этого человека нужно искать работу и готовится выйти замуж женщина не ищет мужчину когда женщина ищет мужчину она становится несчастной она худеет у нее палые щеки становятся женщины это не природа женщины искать мужчину женщина не ищет мужчину она готовится замуж потому что женщине мужа ищет бог то есть что-то должна женщина не замужем делать она должна заниматься активной духовной практикой духовная практика это то что настраивает сердце на то чтобы рассветить и рассветать то есть духовная практика означает счастье то есть надо со святы и святости общаться получать счастье и святая когда женщина впитывает счастье она рассветает женщина должна молиться богу и готовиться к новой семейной жизни потому что если вы бросили то она работала плохую карьеру теперь ей надо готовится надо просить сначала можно пока прощения нет не будет другой Надо сначала опять же с помощью молитвы, потому что если ты не простила, это опять наказание. Надо с помощью молитвы снять с сердца груз от тех отношений. Нужно обязательно ждать какое-то время сначала человек, годик себе сказать «я жду». Молиться за эти отношения. Если человек возвращаться не хочет, значит простить его, молиться за то, чтобы Бог дал еще какого-то человеку другого. Надо понять все свои ошибки с этим человеком, потому что просто так же не бросают, есть какая-то причина, надо их осознать. И готовиться выйти замуж. Если вы чувствуете, что что-то не пускает выйти замуж, значит вы наказаны. Надо молиться, чтобы Бог дал знание о том, в чем проблема моя, почему я не имею права быть замужем. И с помощью опять духовной жизни, внутренней жизни, свое сердце настроить на чистый вот этот лад, в котором женщина чувствует, что она имеет право выйти замуж. Когда женщина чувствует, что она имеет право выйти замуж, она расцветает. Мужчины еще нет, но она уже расцвела. То есть она готова выйти замуж. Если она чувствует, что что-то не пускает, не дает, значит надо раскаиваться, очищать свое существование. В любом случае женщина должна готовиться выйти замуж. Женщина не должна жить одна. Потому что женская природа будет жить в семье. Близкие отношения — это основа женской природы. Не деловые отношения, а близкие отношения. Нужно ли в наше время проводить ритуалы для предков, такие как кордение их, священные пищей, молитвы за них достаточно? Слово «ритуал» идет от слова «от твоей мамы». Это значит особая записка. Слово «ритуал» от слова «рита» санскритского происходит. «Рита» означает «ритм», то есть это вселенский ритм. Когда человек проводит ритуал, то он вступает в отношения с высшей истиной, с высшими силами, в гармонию с ними вступает. Мы же понимаем слово «ритуал» как что-то такое. Стукнулся три раза в пол перед алтарем, ритуал закончился. Мы понимаем это как сухое, бездумное мероприятие, в котором нет толку никакого. Просто что-то такое глупое, тупое, но вроде помогает. То есть ритуал — это осознанное, дающее знание человеку мероприятие. Например, когда человек молится за своего родственника в этой молитве, он понимает, что эта молитва нужна была. То есть он эту молитву совершает и видит сначала, что сердце тяжест, сердце тяжест. Потом молитва облегчает сердце, потом вообще легкость на сердце. И родственник даже может присниться и сказать спасибо, помахать ручкой. И покажет, что ему у него все хорошо теперь, сердце на сердце радость. Таким образом, ритуал — это действие, в котором мы не до конца понимаем, что происходит, потому что мы не видим тонкого плана. Но есть знание в каждой религиозной традиции, в каждом писании, знание о том, что этот тонкий план существует. И что молитва облегчает страдания человека, который ушел из этой жизни в следующую. Поэтому ритуал — это не бестолково какое-то тупое занятие. Это действие, направленное на любовь к родственнику. Настоящая любовь проявляется, когда мы привлекаем высшие силы в отношениях. Мы сами мало что можем друг другу дать. Все, что могли, мы уже дали. Но если мы думаем о чем-то возвышенном и молимся святости, святой земле, священному писанию, святому человеку, изображению Бога и так далее, тогда в этом случае мы помогаем реальным родственникам. Эта помощь облегчает сердце, потому что у нас сердце связано друг с другом. Эта связь не разрушается временем. Скажите несколько слов о своем отношении к желанию женщин искусственно через уколы и операции поддерживать красоту в старшем возрасте. Мужчина задал вопрос. То есть, его как-то сильно беспокоят, похоже. Понимаете, все искусственное внешне может улучшить красоту, а внутри огрубляет. Я, допустим, разок очень сильно испугался. То есть, я увидел женщину, какие-то у нее были непонятные губы. Вроде бы внешне они были очень красивые. Но мне было страшно на нее смотреть. Губы были холодными. У нее не было красоты, в губах не было красоты. Я понял потом, что это просто была произведена какая-то операция с ней искусственная. Если уродство конкретное на лице, то эта операция хорошо. Потому что в этом случае женщина как-то сблаживает свое уродство. Но если губы просто нормальные, но хочется их чуть-чуть поддуть, то тогда это приводит к тому, что женщина становится похожа на куклу. То есть, она теряет себя в этом случае. Это касается любых искусственных частей тела. Но здесь еще одна из проблем. Допустим, если женщина вставляет искусственный пластик в грудь, то железы груди начинают атрофироваться. То есть, ко мне одна женщина пришла, она говорит, у меня нет функции материнской в плане кормления, потому что я ставила вот эти импланты. Но импланты со временем также увеличивают склонность к нежелательным процессам. Кроме атрофии к самой железистой ткани, идут также возможности различных воспалительных заболеваний груди. Иногда даже онкология может возникнуть в результате этого. То есть, организм не терпит вмешательства такого ради красоты искусственного, за исключением тех случаев, когда человек действительно имеет какое-то уродство. Ему нужно просто как-то нормально существовать. Бога не обманешь. С другой стороны, если женщина ведет здоровый образ жизни, она имеет хороший вид, более-менее. Но в пожилом возрасте не нужна внешняя красота женщины. Она должна заниматься духовной практикой, стать красивой в своем сердце. Когда женщина очень лащенно выглядит в 60 лет и с короткой юбкой, то это страшно смотрится. Не то, что это смотрится как-то, ну, может, кто-то скажет, может красиво, может некрасиво. Красота женщины связана, вот внешняя красота женщины связана только с одним фактором. Это возможность зачать, выносить и родить ребенка. Вот когда даже женщина просто еще не замужем, она красивее, чем та, которая уже рожала. Почему? Потому что, когда женщина родила, эта функция уже, ну, как бы, функция сделана, и внешняя красота женщины переходит во внутреннюю. Женщина всегда будет красивой. Просто внутренняя красота нужна для семейных отношений, и она переходит в глубину в отношении к себе, в семью. А внешняя красота нужна для создания семьи, потому что для того, чтобы семью создать, нужно привлечь человека. Вот эта привлекательность, этот сильный настрой женщин на внешнюю привлекательность, это, по сути, демонизм. Потому что это демоническая культура, чтобы женщина всегда была соблазнительной для всех. Потому что самая главная женская красота — это сердечная красота, внутренняя должна предназначена быть для семьи. Но если женщина всё время пытается внешнюю красоту культивировать в себе, она будет, ей будет не хватать внутренних отношений. Поэтому так сейчас много разводов. Люди встречаются, женятся и разводятся. Почему? Потому что не хватает силы у женщины удержать отношения. Она не вкладывает в отношения, она вкладывает в внешние вещи. Мы пока не будем начинать лекцию, ответ на вопросы продолжим, потому что заломки сбиваются, кропки в городе. Мы чуть-чуть подождём минут 10-15. Согласны, да? Пока ещё ответ на вопрос. Может ли женщина вне семьи развиваться? Женщина всегда развивается только в близких отношениях. Если нет семьи, значит, можно развиваться в отношениях с подружками, с родителями, с родственниками. То есть в близких отношениях. Женщина развивается в близких отношениях только. Некоторые женщины думают, что когда они карьеру делают по бизнесу, они развиваются. Развитие для женщины — это близкие отношения. Если женщина не развивает близкие отношения, она высыхает. Её красота тает, гормональные функции тают, отношения тают, сила внутренняя сохранять семью, рожать детей — всё это тает. Что, если женщина что-то другое поднимает под своим развитием? Развитие для женщины также означает сделать общество близким для себя, то есть стать матерью для всех. Но это тоже опять женская природа. Что делать девушке, если близкий человек живёт в другом городе? «Не приходят письма новые, где-то я и где-то ты». Пустые ящики, почтовые. Приезжает за ней и не забирает её с собой. Нужно ли девушке ехать самой? Конечно, нужно. Или человеку нет, это не её судьба. Вот это проверить. Приедете, зайдёте к нему в дом и скажете, «Я буду жить теперь здесь». Чего не забираешь, в чём дело? Надо проверить, если он скажет, «Ну, я не хочу на самом деле с тобой жить, я просто приезжаю, чтобы с тобой сексом заниматься». Ну, тогда вот и всё, и всё понятно останется. Надо приехать и разобраться с ним. Всё же очень просто. Надо набраться силы, смелости. Сначала он предложения какие-то делает, предлагая отношения. Но если отношения уже есть, дальше надо разбираться с ним уже. Если отношения есть, нет семьи, в чём дело? Отношения есть, нет семьи, в чём дело? Ну, там, туда-сюда. Сразу вопрос ребром женщины должна ставить. Или тудема, или судема. Не надо вариантов никаких пробежутий. Это ваша проблема. Вы дали мужчине так себя вести. А вот другая не даст так себя вести, она станет его женой. А вы будете продолжать с ним строить отношения, любовницы. Жена-то кто такая, которая ставит вопрос ребром? В чём дело? Чего хочешь от меня? Или замуж, или до свидания? Всё, вариантов нет. В начале этого года, вот слово Мерлай заменяю, да? Ушла из жизни от рака почки моя бабушка, папина мама. В сентябре моя мама обнаружила рак груди. Месяц назад сделали операцию. У моего папы сразу же две доброкачественные опухоли на почке и предстателе железе. У мамы и бабушки никогда не было гармоничных отношений. В сентябре я молюсь за родителей. В сентябре я начала кланяться. Что мне ещё сделать, чтобы помочь? Классно? Больше не надо ничего делать, надо продолжать сражаться. Сейчас часто бывает рак. Причина заключается в том, что у нас есть тонкие каналы в теле. Стихические каналы, которые отвечают за работу организма. И когда они очень сильно забиваются, а забиваются они в результате депрессии, неудовлетворённости, отсутствия духовной жизни, отсутствия прощения, когда мы не раскаемся, не прощаем, живём в лении или в перенапряжении, много едим мяса, курием, пьём. Всё это увеличивает затруднение движения энергии, тонкие психические. В результате этой затруднённой энергии от депрессии, от отчаяния, ссоры и так далее, от того, что нет внутренней жизни и глубокой жизни человека. Человек получает вот эти хронические заболевания сначала, потом это дальше усугубляется, когда тогда в организм попадает живое существо, агрессивно настроенное, которое начинает там свою жизнь. Если это существо попадает на тонком плане, человек заболевает психическим заболеванием, а если на грубый план он попадает, то человек заболевает раком. Это значит, что организм сам не может своё тонкое тело, пространство контролировать. Самоконтроль нарушен в результате того, что человек не справляется с судьбой. Он недостаточно сил вкладывает в то, чтобы победить свою судьбу. И на внешнюю деятельность много сил уходит. Мы часто думаем, что работа главная в жизни, а работа это просто поддержание себя. Должен человек сильно упахиваться для того, чтобы там быть богатым и так далее. Это всё само собой по судьбе приходит. Если у человека есть сила, он богатый. Некоторые думают, вот я разовью память, я буду выдающимся человеком, всё буду помню. Вы никогда не разовьёте память так, как она уже даётся людям. Я в институте учился, у меня был знакомый, он один раз читал, всё запоминал. Не надо было пять раз читать, не десять раз надо было читать, чтобы что-то понять. Он за одного раза запоминал. Я никогда не разовью такую память. Зачем мне тогда на это убиваться? Мне потратится в жизни. Человек не может приобрести способности, которые даются от рождения. Нужно принять своё положение в обществе, спокойно жить, без перенапряжения, свои силы отдавать на здоровье, на то, чтобы все счастливы, у них близких людей. Такая жизнь более гармонична. Поэтому жить в большом городе не очень гармонично. Люди, которые живут в большом городе, они променяли деньги на свою судьбу. Надо искать место, где поменьше людей. Там легче жить, меньше напряжения. Чем больше людей, тем больше напряжения. Атмосфера очень тяжёлая. Часто люди болеют из-за этого. В Москве и Питере много женщин борют без вводи, потому что это психическое напряжение не даёт женщине зачать ребёнка. Каменные джунгли тоже не сильно близко к природе находятся. Поэтому не всегда возможно быть здоровым человеком здесь. Девят силы на соблюдение режима дня. Женщине всегда только в отношениях. Отношения — самая большая сила. В смысле, если подружка соблюдает режим дня, и вам звонит и говорит, «Вы соблюдаете режим дня?» На следующий день вы будете соблюдать. Отношения передают энергию. Если она спрашивает вас, она вам передаёт свою силу. Когда люди вместе это делают, тогда они легко это делают. Человек в работе над собой никогда не должен оставаться один. Никогда. Потому что отношения меняют судьбу. Вот когда много людей приходит на лекции, складывается особая атмосфера силы, которой люди меняют в своей жизни. И это не от меня зависит. Я больше выступаю как дирижёр, а вы являетесь оркестром. Это ваши сердца поют. Они хотят менять свою судьбу. Ваши сердца хотят этого, поэтому здесь будет играть эта мелодия. Ну вот, смотрите, насколько, да? Ответили. Много записывания. Никогда на себе ответить невозможно. Какие-то остальные. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня мы беседуем на удивительную тему. Этот семинар самый мой любимый. Я не знаю, как он вам нравится, но мне нравится очень. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, потому что я всегда любил Бога Холстого. И его вот эта книга, она меня поразила. Мысленно каждый день. Потому что она очень сильно гармонизирует с моими представлениями о жизни. Я убежден в своем сердце, что настоящая вера в Бога означает терпимость к другим также верам. Потому что Господь, Он не моя собственность. Он сам решает, как Он будет людям давать духовное знание. И есть разные духовные традиции, когда люди терпимо друг к другу относятся, с пониманием. Тогда наступает на земле мир. И с другой стороны, наоборот, когда кто-то объявляет свою веру главной и начинает порочить других людей, другой веры, наступает вражда и злоба, и ненависть на земле. Лев Толстой — это как раз тот человек, который, написав эту книгу, он поставил точку на таком понимании вещей. Потому что в эту книгу входят высказания из разных культур, традиций духовных. И эти все высказания, они одинаковые, одинаковую силу имеют, одинаковую красоту и величие. И они созвучны всем людям, потому что главная тема для каждого человека в этой жизни — это зачем мне нужна сама жизнь. Потому что когда человек в этом вопросе разбирается окончательно, то все остальные более мелкие темы «надо мне строить дом, дачу, замуж выходить» или нет, они собой решаются. Итак, у нас сегодня мы говорим «Ответственность, цель и важность человеческой жизни». То есть это первая тема, мы будем общаться на эту тему. И сейчас нам дают знания эпиктит, древнегреческий философ. Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты делами от них независящими. В этих случаях они тревожно спрашивают себя, что делать, что же будет, что получится из этого всего, как бы ни случилось чего-то плохого. Так бывает с теми, которые постоянно беспокоятся о том, что от них не зависит. Наоборот, человек занят и тем, что от него самого зависит, и полагающийся своей жизни в работе самосовершенствования не станет так тревожить себя. Итак, мы с вами к фундаментальному вопросу нашей жизни подошли. Куда вкладывать свои силы? Ведообъясняют, что события, которые происходят вокруг нас, это результат нашей судьбы. Вот допустим, если студент подошел к экзаменатору после того, как экзамен уже сдан, и говорит, давайте исправим оценку в табеле, как на него посмотреть? Подумать, наверное, у него еще проблемы с психикой, надо вообще его уже как-то из института убирать. То есть у него какие-то трудности уже с мозгами. Все, что происходит вокруг нас, это результат уже нашей судьбы. Это вещи от нас независящие. Если муж уходит от жены, то в этот момент происходит интересный феномен. Когда она его останавливает, он думает о том, что она его недостойна. А когда она его не останавливает, он думает о том, что значит она его не любит. То есть получается, что любое действие внешнее приводит к разрушению семьи в этой ситуации. Те, от кого уходил близкий человек, они это на себе прочувствовали. Что бы ты ни делал, все против тебя. Точно так же, когда человек стоит на суде. Если он пытается доказать, что он прав, это против него. А если он скажет, что он не прав, еще хуже будет. Видите, мы с вами подходим к интересному феномену, что есть вещи, зависящие от нас, а есть вещи от нас, независящие. Допустим, от меня не зависит, как вы сейчас будете слушать мою лекцию. Вот когда я сегодня раньше, чем обычно с утра собираешься в дорогу, но я решил помолиться перед дорогой. И в это время я настроился на своего наставника, и я пытался повлиять на свою судьбу отношений с вами сегодня. Потому что для меня это значимый вопрос. ценность моей жизни в том, чтобы вам помочь. Некоторые думают, что ценность жизни в том, чтобы деньги заработать на ком-то. Но на самом деле это просто признак того, что человек не понимает настоящую ценность человеческой жизни. Настоящая ценность заключается в том, чтобы быть полезным. И это от меня уже не зависит, потому что это божественная сила. Если я настроился правильно, то между нами будет гармония с самого начала. То есть люди придут и настроятся правильно. Если я настроен неправильно, то настроение у вас тоже будет другое. Таким образом, смотрите, то есть идея в чем заключается? В том, что у человека есть внутренняя какая-то жизнь, внутренняя жизнь. В действии есть два аспекта. первый аспект называется предварительное действие, второй аспект называется само действие. Допустим, если я решил сказать слова любви, у меня есть любимая девушка, и решил слова любви сказать. Некоторые тренируются в действии. То есть они говорят, думают, я буду говорить вот так, то есть я цветы вот так поставлю, посмотрю на нее вот так, и скажу, я люблю тебя, я тебя люблю. Вот, но не всегда работает, потому что девушка подумает, клон какой-то. Видите, здесь нужно что-то другое. Это называется предварительное действие. предварительное действие означает молитва или внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь это отношение с той силой, которая дает тебе санкцию быть счастливым. В чем-то, допустим, девушка хочет выйти замуж. Чаще всего она что делает? Красятся, рисуются, как бы одной ногой пишут, другой зачеркивают. Ну, то есть пытаются как-то привлекать к себе внимание. Ну, в принципе, если она молодая, красивая, никаких трудностей нет. Внимание будет привлекаться. Вопрос какой? Вопрос кого? Внимание будет привлекаться. Вот в чем вопрос. И здесь уже как не рисуй, не пиши, не раскрашивай, выбора нет. Если не было совершено предварительное действие. Поэтому в древней культуре девушки уже с 7 лет девочки начинали совершать аскезы для того, чтобы правильно выйти замуж. То есть они готовили себе будущую жизнь семейную с помощью внутренней жизни. Вот это предварительное действие это то, что от нас зависит полностью. Вот допустим, если я попросил у кого-то прощения, то потом, когда я перехожу общаться с ним, то мне уже общаться легко. Но легко или легко общаться будет, это уже решено заранее, благодаря моей внутренней жизни. Мы со всеми событиями, поступками, которые нас окружают, соединены внутренней силой, силой сердца. И эту силу не обманешь. Если эта сила говорит, будешь наказан, значит, будешь наказан. Но если ты совершаешь внутреннюю жизнь и молишься, то тогда в этом случае наказание будет слабее или вообще пройдет. таким образом, видите, эпиктит говорит, что то, что от нас зависит, это не внешние вещи, а внутренние. Люди часто не понимают, что только внутренняя жизнь. Допустим, человек приходит домой, раз, телевизор, смотри, чуть-чуть, пошел расслабляться, какая передача лучше? Нет, поможет. Но это не внутренняя жизнь, это внешняя жизнь, потому что внешняя жизнь это жизнь в работе над собой. Из разной правил и техники этой работы над собой. Например, некоторые люди просто садятся и успокаивают ум, настраиваются на гармонию с окружающим миром. Допустим, они ввесуют себя. Возле нефтяного завода, нефтеперерабатывающего завода в гармонию не вступишь с миром. Ты можешь купить, но ты сам встанешь как нефтеперерабатывающий завод, будешь таким бензином ввесить. то есть, надо это делать где? В лесу. Капитера подходит, нет? Нет. Метод не подходит, непрактичный в наше время. Если я в гармонию соступаю с асфальтами, дорогами, то не всегда это дает хороший результат. Вот, но другие практики, это практика, допустим, поста, аскезы какой-то. Тоже хорошая практика, она что дает, делает характер стойким, крепким. То есть, я по Питеру иду, и я уже, на меня ничего не влияет, я очень крепкий, я совершил аскезу. Но, что у тебя там внутри, вот в чем вопрос. Если у тебя внутри не то, что надо, то зачем тебе это надо? Лучше бы на тебя повлияли. Таким образом, если ты в своей внутренней жизни настраиваешься на чистоту, допустим, на святого человека, на святую землю, на священное писание, тогда в этом случае ты получаешь изменения в сердце, трансформации происходят в сердце. И святой человек не связан никак с экологией. Какая бы экология ни была в окружающем мире, как бы ни было плохо здесь вокруг. Святой человек всегда остается святым человеком, ничего не меняется. Это пространство неизменно. Поэтому, когда человек настраивается на чистоту другого человека, то в его сердце наступает облегчение. Ему становится легче. Это признак того, что я совершил усилия по изменению своей судьбы. Сейчас я вам это докажу. Вот я просто об этом говорю и у многих людей в сердце уже стало легче просто потому, что я об этом говорю. Потому что есть такая функция у нас в сердце находится голос совести. Голос совести или как на бедах говорит сверхдуша. Это представительство Бога. Совесть, правда, энергия, счастье, понимание, куда мне идти не от меня зависит. Это зависит от тех сил, которые мне дают знания. Они не трогают меня. То есть некоторые говорят, что ты объясняешь, что мы какие-то зомбированные все, зависим от каких-то сил. Нет, пожалуйста, можем жить как угодно, но они хотят нам помочь. Означает готовы помочь, дают знания, если мы обращаемся к ним. Итак, когда у человека в сердце неудовлетворенность, значит, он идет не тем путем. Когда у человека в сердце возникает радость, удовлетворение, спокойствие, сила, то это означает, что его жизнь становится лучше. Я просто сказал о том, что святость, мысли о святом человеке, молитва направлена на святой объект, священный объект, дает человеку облегчение в жизни и победу над судьбой. Просто сказал об этом. Кого сейчас в сердце стало легче, поднимите руку. Видите, сколько людей. это означает, что это работает, это правильный путь. Итак, самосовершенствование в самом лучшем выражении как раз означает перенимать, перенятие. То есть мы все связаны друг с другом в отношении, особенно в отношении к любви. Веда говорится, что если человек строит отношение любви с деградируемым человеком, ну допустим, ты с ним общаешься очень нежно и по-доброму и близко, а он в это время допустим наркотики употребляет, то ты перенимаешь от него этот вкус на тонком плане. Твой разум оскверняется этим вкусом. Приводится такой пример, если человек находится в публичном доме, он не занимается там ничем плохим, просто там находится, то через какое-то время ему захочется заниматься тем же самым. Это неизбежно. Таким образом, вкус отношений является главной силой, меняющей судьбу человека. Но если мы строим отношения со святостью близкие, то тогда мы также перенимаем святость. Святость это не то, что на небушке сидит, чужое какое-то. Святость это то, каким мы должны быть. Мы все души, то есть мы духовную природу имеем. И душа, когда она сама стала вот такой, какая она есть, это означает святость. Это мы с вами должны быть такими. Не там дядя какой-то на небушке, а мы с вами должны быть. Но мы можем это только перенять от кого-то. Потому что в современном мире этого нет. Люди не имеют возвышенных отношений друг с другом, если они к этому не стремятся. И само по себе возвышенные отношения это непросто. Вот на таких лекциях допустима невозможно. Но если вы сейчас выйдете на улицу и начнете возвышенные темы говорить, очень быстро разговор сведется к сплетням, к тому, что все плохо или еще к чему-то подобному. Так? Когда человек побеждает свою судьбу с помощью внутренней жизни, его сердце наступает благоденствие, благодать. Усилия прилагать к внешним вещам нужно только в том случае, если на это есть санкция. Вот смотрите, в чем это выражается. Допустим, я устраиваю, ищу себе работу. Как я должна искать работу? Я должна совершать молитву, чувствовать, что у меня все получится в сердце, а если не получится, чем искать? Надо дальше молиться, пока не почувствуешь, что получится. Когда ты почувствовал, что получится, дальше удача начнет двигать твою судьбу. Тебе дальше надо звонить, все изучать, санкции уже есть. И ты звонишь, где-то говорят, можете приезжать к нам, но в сердце ответ, лучше не приезжать. Дальше звоните, но так как хочется быстрее на работу, думаешь, нет, поеду, наверное, сердце ошибается. Сердце никогда не ошибается. Если вы молились, вы направлены в свое сердце настроены на чистый лад, то здесь не то. Дальше звоним, дальше раз, спокойно, спокойно как-то хорошо. В этом мире самое лучшее это спокойное, не сильно хорошее и не сильно плохое. Сильно хорошее. Ой, нам такой дом предложили, давай быстрее покупать. Сказали быстрее за один день надо немедленно купить. Все это за сам. Это значит, что там будет прокол. 100%. потому что там нет спокойствия. Когда ты выходишь замуж правильно, в сердце как? Есть несколько вариантов сильной страсти. «Я люблю тебя! Я тебя люблю!» Это не даст ничего хорошего. Страсть означает нет разума. Разум расплавлен. Люди ничего не соображают в этом стадии. Но все стремятся к этому. Это чувство очень манит. Но там нет победы в этом чувстве. Сейчас я со своим другом близким разговариваю. У него такая ситуация в жизни. Но там нет победы. Он ничего не соображает. Он смотрит на меня и говорит «Я себя не контролирую». Я говорю «Правильно, потому что не то чувство. Нет победы». Второе чувство «Не тот человек». Опять неправильно. И хорошее чувство «Спокойно». значит надо создавать семью. Но если через пять лет совместной жизни вы чувствуете не тот человек, это значит, что вы не чистите зубы своей судьбы. Она воняет начала судьба. Уже воняет судьба, надо чистить отношения, опять же внутренней жизни, прощать, просить прощения. Почувствуйте в своем сердце, какие у вас отношения с близким человеком. Ваш сердце давно далекие уже, может скоро он уйдет уже от этого. Нам некогда строить отношения, иначе у нас много работы. Это означает глупость. Для чего мы работаем? того, чтобы строить отношения. Если слишком много работы, подумайте, может быть, стоит поменять работу, или меньше о не думать. Внутреннее жизнь создает решение вопросов на работе. Если бы он стал беспокоиться о том, удастся ли ему удержаться истины и избежать лжи, то я сказал бы, успокойся, то, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках. Опять не надо тревожиться, надо просто дальше совершать внутреннюю жизнь. Гляди только за своими мыслями и поступками и старайся всячески совершать внутреннюю жизнь. Не надо думать, что будет, что будет. если ты совершаешь внутреннюю жизнь, все, что не получится, ты обернешь себе на пользу. Все, что не случается, это тебе награда, если ты совершаешь внутреннюю жизнь. А если не совершаешь все, что не случается, за тебе наказание. Например, ты хорошо вышла замуж, вот уже хорошо нашла себе хорошего человека, но не совершаешь внутреннюю жизнь. Это плохо. Почему? Потому что Бог тебе Ты дал подарок, а ты им не пользуешься правильно. Отношения будут разрушены, а дальше опять, может быть, такого варианта уже не получится. Так зачем тебе сейчас хороший человек, если ты не готова к этому? Стань готовой. Учись держать отношения в правильном русле.